Добрый вечер, жители района. Сегодня хотела вам представить запланированное на 2020 год благоустройство знакового объекта Рождественская аллея. ГБУ жилищник района Некрасовка, заместитель по благоустройству Кац Лариса Вячеславовна. К сожалению, Елена Станиславовна не успевает, поэтому я начну нашу сегодняшнюю встречу. Сегодня мы хотели с вами обсудить концепцию проекта на благоустройство знакового объекта Рождественской аллеи, расположенного по адресу вдоль дворовых территорий домов Рождественской, 19.1, 19.2, 21.1, 21.2. Наша вот эта пешеходная зона, которая благоустраивалась в 2012 году. На данный момент там существует плиточное покрытие, незначительное озеленение, фонтан с чашей и городок на травяном покрытии. Представляю вам концепцию, согласно контракту ООО «Геоком», нам предлагают вот такое благоустройство. Посмотрите, в жилищнике проходит по адресу 1-й Вольской, 16, 2-е помещение отдела благоустройства экспозиция. Там представлена концепция в бумажном варианте и альбом, где вы можете записать, дополнить своими предложениями данную концепцию. Это всего лишь концепция, то, что предлагают нам проектировщики. Все ваши пожелания будут учтены передным проектировщиком при изготовлении самого проекта. Вот, в принципе, и все. Какие-то вопросы есть? Запланирована, значит, у нас дорожная тропиночная сеть из плиточного покрытия, из брусчатки цветной. Запланирована у нас реконструкция фонтана, чтобы фонтан был не чаша, а плоскостной. Наверное, вы видели сейчас новые концепции, такие в центре Москвы. В чашах у нас купают, извините, собак, и их приходится постоянно сливать, очищать, там много мусора и заливать по новой. А плоскостные, они гранитные, более функциональные, современные. Зачем плитку менять? У нас устраивается вот такая, одноцветная. Нельзя это нам цветное делать? Сейчас у вас плитка, на которой мы все спотыкаемся. Мы предлагаем вам покрытие из брусчатки, из цветной, более современной. Вы знаете, если там можно снег убирать, а потом не долбить, потому что сюда, когда кто-то обратится. Так она вся проваленная, при чем здесь снег? А где гарантия того, чтобы вы положите брусчатку, она на утром? А в проекте у нас заложено бетонное основание, поэтому провалов больше не будет. Не у нас, а мы сметы такие сделали. Мы сейчас говорим о концепции, о новом проекте, о несанитарном содержании. Мы вам предоставляем концепцию проекта. Через минуту прозвенит звонок на урок. Уважаемые педагоги и ученики, у вас есть время занять свои рабочие места и выключить мобильные телефоны. В концепции какие-то конкретные решения по озеленению. На цветы больше вопрос интересует, а не по плитке. Ее меняют вообще везде. По Москве мы довольны тем, что у нас... Более 12 видов кустарников предлагают наши проектанты. А деревья? И деревья тоже. Также будут... Они предлагают обустроить цветники. Все ваши предложения, пожалуйста, можете написать и передать. Еще хочу дополнить. Встречались с жителями дома Рождественской 19, корпус 2. Ждали сегодня к себе сюда навстречу. Они писали письмо обращения к нашему мэру Собянину, чтобы благоустроить данную аллею и установить какое-то дерево как арт-объект. Так как аллею хотели назвать именно Рождественская, проектанты нам предлагают вот такую Рождественскую ель из антивандальных материалов с подсветкой. А Большой живую никак? Да, никак нам нельзя посадить. Не уверена, что он у вас сохранится. Ладно, сохранится, не переживайте. И вот знаете, насчет беседки, там представлена беседка, вот если вы сейчас пройдете там... Сейчас у вас беседка стоит там на траве, в грязи, грубо говоря. Нам ее вообще там не надо, потому что это место сбора определенного контингента людей. Пишите ваше предложение, все рассмотрим. Какие-то еще будут предложения? Предложение по поводу... Вы сняли везде вот эти маленькие оградения заборчики. Зря вы это сделали. Все вытапливается. Где хотим, то мы и идем. Все вытапливается. Машины ставили... Вообще причина... В этом году реализуется программа города Москвы, организация открытых пространств, где убираются металлические газонные ограждения, и устанавливается только ограждение в целях безопасности на детских площадках, по нормативу не менее метра десяти. И устанавливается везде, не будет больше садового борткамня, устанавливается везде только дорожный борткамень, вдоль проезжих частей высотой, препятствующие заезду на газон. Вот при новом благоустройстве будет делаться именно так. Это метр высотый газон. Что-то тут препятствовать джипам, чтобы заехал на газон, что наколовой бордюр не сможет. Я не могу больше садового бортамня. А скажите, пожалуйста, а вот хорошо, про Алию понятно, а вот эта часть территории, которая находится вдоль этой кучи, и вот, ну, по проектированному проезду вот этому, там вообще хотя бы деревца какие-нибудь планируете посадить или нет? Это тоже не предусмотрено. Мы сейчас рассматриваем концепцию именно Рождественской аллеи. Если вас интересует благоустройство прилегающей дворовой территории... Вдоль дороги. Это к моему двору никакого отношения не имеет абсолютно. Нам там воткнули эти кустарники... Вы имеете в виду большие газоны вдоль дороги, которые относятся вообще не к району Некрасовка, а к восточному округу, где большая парковка. В этом имеете в виду... Да, пожалуйста. Знаете, у меня к вам вот такой вопрос. Я сейчас ушла или дошла? Почти отмечений нет. Живу я в Рождественской, дом 19, в городе 2. Нельзя сделать, чтобы цвета побольше будет? При благоустройстве вот именно Рождественской аллеи будет парковое освещение установлено обязательно. в проекции, да. Дальше. Параздец, где дом, где дом, где дом, где дом, где дом. Где я? Корпус твой. Там у нас прям рядышком. Газ, нет. Вот это вот. Ботиник. Не ботиник, а фантастический. Маленький ботиник. Да. Да. Летом вам же там клавают, ребятишки там берите, купаются, собаки тоже. Я слышала, хотят его реконструировать. Реконструировать. Да. А как это будет выглядеть? Только что. Человек виталит должен. Вот рядом. Вот здесь было показано, да, вот на картинке, на визуализации. Фонтан будет плоскостной, гранитный, никаких бортов. Поэтому как раз вот эту эту проблему мы как раз решили эту проблему с целью вот реконструкции фонтана. Да. Потому что должен быть чистый залив и нет кнуты. А то залив нет и все. И приходится его еженедельно сливать, и мы с вами совершенно согласны. Поэтому проводим реконструкцию, да. Обязательно. А площадка там детская площадка? Вот сейчас есть детская площадка, да. На Рождественской 19-2, на дворовой территории, как и на Рождественской 15, и всех прилегающих дворовых территорий к Рождественской аллее, за счет дополнительного финансирования, сейчас тоже у нас проходит проектирование благоустройства всех прилегающих дворовых территорий первого и третьего кварталов. Будут реконструированы все детские площадки, будет установлено современное оборудование по проекту. Да. Вот сейчас нам поставили новую детскую площадку, это вот Рождественская 21. 21 корпус 1. А первый корпус и второй корпус? Нет, второй корпус не делали. Там нет детской площадки. Это единая площадка. Ну, по паспорту дворовой территории 21 корпус 1, да. Вы меня простите, конечно, но такое чувство, что все, что... А она еще не доделана. С района все, что осталось, то есть здесь вот и поставили. Нет, там новое оборудование оно не доделано, к сожалению, в этом году. Это уже сломанное, то есть это для детей до 5 лет. Масса ужасная. Чуть старше там нет, двор проходной. Идут со школы хотя бы остановиться погулять? Негде. Была площадка лучше, чем вы делали. Старая была лучше, чем сейчас поставили. Значит, все работы по благоустройству проводятся согласно разыгранного аукциона. Вот какой подрядчик выиграл, такой и отработал. К сожалению, на данный момент ведется с этим подрядчиком, и на всех встречах главы об этом говорится, претензионная работа. На данный момент работы не завершены. Ну, вот раньше было лучше, чем сейчас. Ну, я бы с вами поспорила. Я житель этой главы. Давайте вернемся к теме. Здесь не встреча с главой, на самом деле. Это не встреча с Гуровой. Вот вы закончите обсуждение этой темы. Ну, мы аллею хотим там тоже детскую площадку оставить. Мы хотим на аллее оставить. Все ваши предложения, пожалуйста, в письменном виде. А нам говорят про то, что вы... Для проекта. Мы вам сейчас дали ваши чертали листочки. Хорошо? Можно сейчас, вернее, нужно вам сейчас написать ваше предложение, потому что... Потому что... Вот это идет обсуждение именно для того, чтобы проектам туда не дали первоначальный вариант. Мы раздали этот проект во все школы. Оно в течение октября месяца проходило обсуждение с людьми родителей. Мы получили более трехсот предложений. Сейчас мы проводим повторные еще раз обсуждения для того, чтобы дополнительно взять максимальное количество ваших предложений. Потому что вам здесь гулять, вам из окошек на это смотреть. Конечно. И кроме вас никто не может определить, как это должно быть. Понимаете? Проектанты могут разработать любой проект. Какой угодно. Мы хотим, чтобы он был именно комфортным, удобным, именно красивым и нужным для вас. Поэтому мы вот не один раз, а уже второй раз проводим встречу и просим вас дать ваше предложение. Конкретно хотите такую скамейку, хотите такой фонтан, хотите такие освещения, фонари такие или другие. Сейчас у нас есть с вами возможность выбрать для того, чтобы проектировщики, взяв все ваши предложения, сделали проект нужный и интересный вам. Поэтому мы ждем, пожалуйста, все ваши замечания, все ваши дополнения, мы их обязательно все передаем проектировщику, они все рассматриваются. А когда кончится реконструкция вот этой горы? Извините, пожалуйста, у нас сейчас тема обсуждения Рождественской аллеи. Как только мы закончим, вы можете... По Рождественской аллеи еще есть какие-то вопросы? По Рождественской аллеи, пожалуйста, дайте... Обязательно. Обязательно. И кустарники, и деревья. Да. Деревья взрослые, то есть не саженцы маленькие, а именно взрослые деревья сажены. Да, взрослые деревья. Еще какие-то замечания мы очень ждем. Пожалуйста, кому нужно еще листочек? Камеечки должны на ближайшие. У них есть камеечки на проекте. Да это там все в тумане. Мы пришли поздно. Мы пришли поздно. Мы пришли поздно всех, нам бы показывали какие-нибудь фразы, да? Так, еще есть какие-то вопросы по Рождественской аллее? Если по Рождественской аллее, то Лариса Вячеславна готова ответить вам на вопросы, которые вы хотели задать не по Рождественской аллее. А вот детская площадка, которая, она относится к этой Рождественской аллее, которая стоит корпус, батарин корпус 4, 5 и 6, вот в середине. Там освещение? Нет, не относится. Там будет благоустройство дворовой территории по другому проекту. Ну, освещение там тоже планируется? Да, конечно. А когда будет? В двадцатом году. А может, сначала будет посмотреть этот проект? Прежде чем, у нас там неплохие, в общем-то, есть какие-то вещи. Прежде чем, у нас все уберете. И делайте, потому что там уже нет. Все повторяю. Так, ну, если все по Рождественской аллее, мы ждем ваши письма. Мы ждем ваши украшения. Когда, спасибо большое. Парчур, когда я люблю поменять. Ну, это что сказали об этом, да. Ну, спасибо большое. Да, убрали. Пройдем. Продолжение следует.